дня андрей андреевич да поможить будь ласка ничего не складается в особистом жить и як будто смотрите чуть чуть непонятен вопрос потому что если вы живете у вас не получается это одно дело в случае если вы не можете встретиться и не можете ни с кем познакомиться это другое дело давайте наверное отвечу на то почему допустим начинаете жить и что-то не складывается вы знаете люди которые начинают жить совместно и у них что-то не складывается это настолько просто решается в большинстве своем это прямо безумно простые есть правила их там несколько используя которые человек навсегда избавляется от проблем которые могут находиться в семье вот если взять такие правила себе в свою жизнь и использовать их в семье то всегда жизнь в семье появляется и деньги возможности и счастья и уют и хорошие отношения давайте сейчас вам эти правила скажу те которые вспомню те которые считаю прямо самыми глобальными итак первое правило она очень важная запомните его навсегда это правило звучит так никогда не проявляйте претензий запомните это навсегда в своей семье не проявляйте претензий когда человек проявляет претензии он разрушает свою семью потому что он использует метод при котором один человек становится судьей другой человек становится подсудимым рано или поздно человек судья он начинает так мешать подсудимому что подсудимый начинает искать возможности побега или возможности не знаю какие-либо еще но он терпит второе правило замените слово замените слово я то есть я я я я я я я замените слово я на слово мы третье правило в случае если у вас есть подозрения то вы ищите повод для расставания тоже это помните поэтому либо вы если человек ругается он ищет повод для того чтобы расстаться если вы ищете повод для того чтобы расстаться то расстаньтесь если вы ищете повод для того чтобы объединить семью и сделай так чтобы семья была счастливой то сделайте так чтобы у вас не было поводов и подозрений поэтому либо вы за то чтобы сохранить семью и что для этого необходимо просто ничего сохраняйте ее и не ищите никаких поводов либо находите поводы чтобы расстаться но при этом никаким образом не расстаетесь начинайте друг другу вносить мозги издеваться друг над другом и почему это все приносит материальное благополучие когда человек имеет претензии еще еще есть ряд целый поводов допустим один из них или правил один из них это проявление доброты проявление доброты и появле и проявление или настрой на то чтобы наслаждаться тем человеком который рядом с вами живет вообще наслаждайтесь семьей для того чтобы начать наслаждаться семьей необходимо утром произнести себе слова сегодня настроена или настроен на то чтобы наслаждаться своей семьей как человек наслаждается семьей проявляя милость человек проявляет благость поэтому наслаждайтесь говорите комплименты говорите что-то хорошее говорите о том как все прекрасно восхищайтесь тем человеком который находится рядом с вами есть такое правило которое очень важно для семьи но не обязательно его использовать но она очень правильно когда мужчина восхищается женщиной то женщина думает что она может восхищаться мужчиной точно таким же образом нет женщина любит чтобы восхищались ее телом и ее красотой женщины нельзя говорить какая на тебе красивая там юбка платья серьги и так далее необходимо говорить какие красивые щеки удивительные пальцы вы сегодня потрясающе красиво и так далее вот такие моменты они могут помочь мужчинами нельзя говорить о красивые губы или какой-то красивый мужчине можно сказать у тебя красивые часы сегодня или твоя одежда сегодня очень красиво или ты красиво выглядишь как опрятно и очень модно таким образом мужчина им можно восхищаться тем что он достиг а женщиной вот если вы восхищаетесь женщиной которая ездит на машине ей понравится если вы восхищаетесь мужчиной который ездит на машине ему не понравится но если вы будете восхищаться мужчиной вернее восхищаться автомобилем на котором ездит мужчина мужчина будет вас обожать и И где же в этом всем деньги? Смотрите, есть понятие такое, оно называется мотивация. Мотивация обычно заставляет человека либо что-то делать, либо ничего не делать. И когда человек не хочет ничего делать, здесь такое понятие, которое называется «зачем мне это?». То есть, когда мужчина с женщиной живет, то он живет ради чего? Он живет ради эмоций, которые создает та женщина или тот мужчина, который с вами живет или проживает совместную жизнь. Вы задумывались когда-нибудь, какую вы эмоцию создаете? Это в большинстве своем. Но есть второй пункт, он незначительный, часто незначительный для большинства людей. Но есть люди с небольшими сдвигами психическими, которые живут ради, допустим, денег или живут ради, ну, непонятно чего в общем. И вот эта мотивация, это зачем рядом с вами человек живет? Как правило, люди живут рядом друг с другом, и живут они ради эмоций, которые создают тот человек, который находится рядом. Если эмоция позитивная, если эмоция положительная, то всю семью можно представить в виде таких весов, где семья — это центр этих весов. И в случае, если в семье есть положительные эмоции, и они в большем количестве, чем отрицательные эмоции, то эти положительные эмоции, они притягивают жизнь материальной благополучия. Если этих эмоций положительных меньше, чем отрицательных, то это притягивает неприятности или просто блокирует деньги. Почему так устроено? Дело в том, что исчезает внутренняя мотивация, если перед тобой все время находится человек, который живет через претензии. А ты должен, а ты не смотришь, а у тебя некрасиво, а ты не такой, а ты толстый, а ты не зарабатываешь, а у тебя плохо, а ты еще что-то, а ты еще что-то. Ну и, конечно, необходимо вспомнить о своих лицах. Вы знаете, что одна из проблем людей заключается в том, что каждый человек, живущий в семье, думает, что он идеален, что он идеален и что он делает все идеально. А это неправда. Почему? Не бывает идеальных людей. Так не бывает. Поэтому здесь еще один принцип. Помните о том, что вы не идеальны для того, чтобы делать кому-то замечания. И помните, что каждый человек не идеален. Но не обязательно об этом человеку говорить. А еще есть...